Так, мы начнем этот эфир с темы мобилизации, частичной мобилизации. Частичность, которая касается практически всех. Так вот, сегодня Кадыров провел какое-то совещание с оперативным штабом по проведению специальной военной операции. Это, видимо, у нас в республике есть какой-то отдельный оперативный штаб. И это показали почти так, как грязные. Это еще не опубликовано на их официальном YouTube-канале, но уже есть запись с телевизора, которую сделали и распространили. И Кадыров заявил, что частичная мобилизация не коснется Чечни. Давайте послушаем. Кадыров провел совещание с оперативным штабом по проведению специальной военной операции. Главная тема — частичная мобилизация. Глава региона заявил, что в Чеченской республике набор в ряды вооруженных сил проводиться не будет, так как за время военной операции субъект перевыполнил план в три раза. Этот материал сейчас готовится к эфиру. Расширенную версию смотрите в наших следующих выпусках. Я очень надеюсь на то, что это правда. Я не буду сейчас ничего об этом поводу говорить. Как я тебе обещал, Кадыров, если ты реально это сделаешь, я и многие другие вообще в целом, все, кого эта тема касается, все скажут тебе спасибо. Действительно искренне. Поэтому если у тебя реально есть такая возможность, сделай это. Я очень надеюсь на то, что это не такой ход, чтобы успокоить людей, не дать им возмущаться, какие-то акции проводить и так далее, и при этом провести потом принудительно эту мобилизацию. Я очень надеюсь, что ты реально добьешься того, чтобы людей у нас туда не отправляли. Я думаю, аргументация у тебя есть. Все то, что вы до этого говорили, 22 года рассказывали людям, что вот самый важный аспект пути Ахмата Кадырова, это сохранить жизнь хоть одного чеченца. Неужели, сколько мы воевали, хватит. Мы навоевались, теперь нам нужно пожить. Я надеюсь, что вот это сейчас в деле будет эта аргументация. Здесь в этом видео было сказано, что Чечня три раза перевыполнила этот план. Я думаю, что аргументацию можно и еще другую взять. А вообще в целом Чечня, я думаю, перевыполнила всевозможные планы по всевозможным войнам, по убийству населения. Поэтому реально я считаю, что ты можешь добиться того, что мог быть, точнее добиться того, чтобы Чечню эта частичная мобилизация коснулась бы там какой-нибудь последнюю очередь. Как минимум можно было бы сказать Кремлю, чтобы они для начала призвали на эту мобилизацию те регионы необъятной России матушки, которые не прожили вот этих вот всех воин, не пережили этого всего, а нас оставить в покое. Есть уже информация, какое-то аудиосообщение, что в Осетии тоже чего-то там добились, не будут призываться и так далее. Не знаю, насколько это достоверно можно об этом судить. Все это может оказаться просто такой уловкой власти, когда говорится одно, а делается другое. Но я все же оставляю вот эту надежду на то, что это окажется правдой, и этих людей не отправят погибать в Украину. Очень на это надеюсь. Говорю это искренне, Кадыров, как я тебе и обещал, никакого троллинга по этой теме не будет. Если ты это свое слово сдержишь, если это не окажется просто пшиком, скажу тебе спасибо. Так, вторая, значит, тема. Кадыров, я уже привык к тому, что я тебе сообщаю о бунте в твоих рядах, о том, что люди из числа твоих соратников начинают как-то тебе пакостить, не придерживаются пути Ахмата Кадырова, где-то за твоей спиной дружат там с людьми, которых ты критикуешь. Вот сейчас ты не поверишь, но твой муфтий, Салах Межиев. Он ополчился против тебя, выступил против тебя, причем сделал это настолько наглым образом, он призывает, чтобы ты поехал воевать в Украину. Ты, говорит, ребят типа молодых, призываешь отправляться в рай, а сам, говорит, туда не спешишь идти в этот рай. Тебе самому, говорит, хочется там лежать. В общем, лучше послушай сам, что я тебе рассказываю, сам послушай, что он говорит. Представляешь, он так наглым образом сидит и перед камерой такие вещи высказывает. Нельзя, конечно, сказать, что он неправ. Конечно же, мы с ним не можем не согласиться, но сама наглость, она вызывает какое-то недоумение. Поэтому ты с ним разберись, Кадыров, сделай так, чтобы этот муфтий опомнился, пришел в себя и сменил свой тон. Ко мне поступила фотография с улицы Первомайской. Это улица в городе Грозном, она находится, это центр Грозного. Так вот, на этой улице, на одном из домов, есть вот такое вот граффити, это, я не знаю, изображение, как это назвать. И здесь, видите, вся вот эта Кадыровская братья, и там указаны их позывные, а сам Кадыров указан под позывным Дустум. Ну, большинству людей в этой фотографии, конечно же, заинтересовало и как бы волновало. Вопрос, который они задавали, был, на каком этапе развития ты остановился, на каком возрасте ты остановился, что ты считаешь нормально. Ты ведь по-любому как-то проезжаешь эту улицу Первомайскую, она находится непосредственно рядом с этим, с твоей резиденцией. Ты по-любому это проезжаешь, ты по-любому это видишь. И вот на каком этапе развития нужно зависнуть, чтобы это изображение воспринималось, как что-то нормальное, чтобы ты мог вот так на себя смотреть и думать, круто, так и должно быть. Это первое. А второе, Дустум, ты знаешь, что этот генерал Дустум, в честь которого ты себе это позывной взял, этот генерал Дустум взял ноги в руки и сквозанул с Афганистана, когда туда, когда талибы начали наступать на Кабул. Когда американцы оттуда соскочили, оставили этих Дустумов там и остальных, проамериканское вот это, проамериканское правительство. Когда их бросили и ушли оттуда американцы, Дустум вместо того, чтобы сразиться с талибами, он просто взял ноги в руки и соскочил в Узбекистан. Прикинь. И ты после этого, нет, чтобы хотя бы сейчас, да, мы знаем, что ты с нулевых так именно себя называл, радиопозывной твой был Дустум, но, блин, после такого как бы косяка недостойного, который запорол этот твой кумир Дустум, по-моему, можно было бы сейчас уже отказаться и там хотя бы, если вы пишете, вместо Дустум написать свое реальное имя, неужели ты считаешь, что после того, что он сделал, это можно еще как-то и называться. Хотя, честно говоря, неудивительно, что ты так считаешь. Если ты считаешь, что перейти на сторону врага и после этого говорить что-то о мужестве, о достоинстве, это нормально, то почему тебя должно смущать то, что Дустум сквознул из Афганистана? Поэтому нет, конечно, ничего странного. Но вот сама фотография, знаете, о чем задумался? Я с 2019-го живу в Швеции. Сколько уже получается? Более трех лет, да? Три с лишним года. Скоро будет четыре года. И за все это время, что я здесь живу, я не знаю до сих пор, как выглядит король Швеции, как выглядит там принц или принцесса, королева его, супруги. Вообще-то семья королевская, понятия не имею, как они выглядят. Я не знаю, как выглядит премьер-министр Швеции. Почему я этого не знаю? Потому что нигде по Швеции, когда ты едешь, ты нигде не увидишь какие-то билборды, фотографии какие-то на каких-то административных домах, зданиях. Блин, нигде я не видел вот этих вот фотографий, вот этого всего я не видел. Путь там короля Густава там или чего-то. Не видел. Нет здесь такого. И даже, вот здесь недавно, кстати, на днях буквально, на неделе, проходили выборы. По-моему, в парламент, если я не ошибаюсь. И вы не представляете, как здесь вот эта вот агитация проводится предвыборная. Никаких не было вот этих на домах каких-то там граффити, каких-то больших билбордов там с какими-то партиями, с лицами. Ничего подобного не было. Знаете, что было вместо этого? Когда ты подъезжаешь к кругу... Здесь очень много круговых перекрёстков, движений. Вот когда ты подъезжаешь к этим круговым движениям, на газоне, перед круговым, на газоне, стоят такие... Такие... Бывает, как вот у нас перед магазинами раньше такие ставили рекламные щиты, такие маленькие. Раздвигаешься, на четыре ноги они становятся. Вот такие вот стоят деревянные. Деревянные эти с такими транспарантами на них. И там различные партии. И они все вместе. То есть вот у одной партии, вот у второй, у третьей. Какие-то там их лозунги, имена там, что они декларируют. И вот эта вот вся агитация, по крайней мере, из того, что я видел. Я... Может быть, где-то что-то и бывает. Кто-то может мне сейчас скажет, нет, там где-то у нас было. Не знаю. Я вот только это видел. И я подумал, как же это классно, когда вот так происходит. Перед выборами вот поставили, прорекламировались, потом это все просто взяли и выбросили. И нет никаких транспарантов на каких-то домах, зданиях, рекламных огромных щитах. Нет, ничего подобного не происходит. Просто благодать. Как хорошо, когда эта политика, она не лезет в твою личную, иную жизнь. Когда везде тебе, куда бы ты ни посмотрел, ты вот этого всего не видишь. Ну и сам вот этот детский сад с этими позывными. Это так смешно. Неужели тебе самому как-то не... Какого-то дискомфорта ты не ощущаешь, когда ты едешь по Февромайской и видишь вот подобное. Просто почему у тебя не возникает желание остановиться там, вызвать того, кто это сделал, и сказать, ты что, тебе не стыдно вылизывать меня? Убирай быстро. Я вообще, я не знаю, это реально, где надо было застрять, какой возраст. Это в лет 12-13, может быть, порадовало бы меня, если бы я что-то подобное увидел себя где-то. Но сейчас, увидев подобное, мне стало бы просто не по себе. Субтитры сделал DimaTorzok